Здравствуйте, я Наталья Некрасова, сатор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас мы с вами снимем мерки, построим выкройку для марафона цыпленок, посмотрим как все мерки снимались, как они строились. Итак, моя модель. Модель имеет фигуру ребенка, пухленькое пузико, маленькие плечики, толстенькие ручки и ножки, тоненькая шейка. Это как раз ребеночек 2-3 года, поэтому идеально подходит для того, чтобы посмотреть как это платье будет смотреться на малышах. Итак, основная мерка объем груди. По этой мерке мы будем с вами строить и кокетку, и относительно этой мерки мы будем с вами привязывать пояс и юбку. Итак, 38 сантиметров, это без свободы облегания. Сейчас берем полные мерки. Объем груди 38. Талия нам не нужна. Давайте посмотрим, какого размера мы хотим с вами иметь юбку. Юбка должна быть широкая. Она должна быть широкая, потому что цыпленок у нас такой объемный, но при этом без фанатизма, потому что если она будет слишком широкая, она не уляжется красивыми складками. Так смотрю, ну вот очень широкая, очень объемная. Давайте 70 сантиметров. Ширина изделия 70. Длина юбки определяется от проймы и какой мы там хотим. Пускай будет, ну вот юбка должна быть, естественно, ниже попы. Пускай будет 23 сантиметра. Здесь еще планочка, потому что маленькие детки, длина юбки 23 сантиметра. Вот такая вот объемная модель. Если будет ширина юбки чуть шире или чуть уже, это не страшно. По поводу планочек. Пояс 2 сантиметра шириной. Меньше не стоит перемычку делать. Ну и по низу планка можно делать и 3 сантиметра, потому что она все-таки внизу. 3-2 с половиной, но это на ваше усмотрение. Так, теперь по поводу верхней части. Самое главное, естественно, это верхняя часть. У меня крылышки, у меня... Самое интересное, верхняя часть. Объем груди у нас есть. Поскольку это маленький ребенок, у него спина и перед одинаковые, поэтому будем делать симметрично. Теперь остается нарисовать верхнюю часть. Итак, у меня есть объем груди. Это означает, что наша деталь будет иметь по нижней части объем груди, деленное на 2, плюс свобода облегания. Объем груди у меня 38, делить на 2 19, ну плюс свобода небольшая будет свобода, 20 сантиметров. Итого 20 сантиметров у меня нижняя часть кокетки, которая будет пришиваться к юбке. Дальше мы имитируем крылышко. Имитация то ли кимоно, то ли вточной, то ли крылышко. В общем, достаточно хитрый способ мы придумали при построении этой выкройки. У нас пойдет расширение рукава в сторону. Далее у этого рукава должна быть обязательно прямая часть. И вот, собственно, вот так выглядит наша полочка. Естественно, с горловиной. Сейчас будем разбираться с размерами. Здесь все ясно. Это 20 сантиметров. По высоте. Высота нашей кокетки. От проймы до проймы через шею. Это где-то 20 сантиметров. То есть, смотрим, 10 сантиметров от плеча до кокетки, чтобы пройма проходила достаточно. То есть, у моей куклы это 10 сантиметров. Учитываем, что пояс у нас идет вот здесь вот под проймой. До пояса 20 сантиметров. Кокетка у меня идет вдвойне. Значит, 10 сантиметров это высота кокетки. Здесь 20. Здесь по поводу скуса. Насколько широким я хочу видеть рукава. На самом деле, достаточно приблизительная мерка. Можно вот так просто взять и примерить через шею. Все. Вот я прикинула, сколько у меня примерно по рукавам должно идти сантиметров. 30. То есть, меня устраивает. Учитывая, что тут все будет немножко припосажено. Вот так вот. 30 сантиметров для моего ребенка, для моей куклы достаточно. Крылышко больше. Если будете брать больше, учтите, что пойдет мешок больше будет. То есть, чем длиннее вы возьмете количество провязок, то есть количество вот этого угла, тем больше у вас будет мешок. Но, поскольку рукав не будет сильно широкий, это будет мешок-мешок. Поэтому сильно не увлекайтесь. Ну, пониже пройму вот так вот. То есть, у меня верхняя часть 30 сантиметров. По поводу прямого участка. Делим на три части. Одна треть. То есть, чуть меньше, чем одна треть. Значит, 3 сантиметра, 3 с половиной, 3 с половиной и 3. Вот таким вот образом мы делим прямой участок. То есть, получается, что вот здесь вот 7 и 3. 7 сантиметров, 3 сантиметра. Одна треть от высоты нашей кокетки. По поводу горловины. Она не должна быть широкой. Она должна быть по горлышку. Вот здесь вот приложили метр к шее. Я вижу, что 6 сантиметров. Много не делайте, потому что она еще и растянется. 6 сантиметров. Высота точно так же по переду. Вот середина шеи. Ну, вот 3 с половиной нормально еще и растянется. То есть, 3 с половиной достаточно. Со спинки у нас... Ну, вот я смотрю. Видите, если мы сделаем симметрично деталь нашу. На спинке 1 сантиметр. Больше не делайте. И тоже такой нюанс. Как видите, все очень просто. Вообще никаких нет сложностей с кокеткой. На спинке такой нюанс. Если вы не хотите делать рюшу по рукаву, центральную, вяжите все одной детали. У вас не будет швов. И будет смотреться тоже очень гармонично и интересно. То есть, будет смотреться мягче, потому что не будет шва по верхней части. Не делайте этот шов. Делайте все одной деталью. Просто вывяжите отверстие. И, естественно, здесь по спинке у нас еще и разрез. Потому что узкая горловина, никакая голова, никакого ребенка не пройдет в такой узкий разрез. Поэтому разрезали обязательно по спинке. Либо по переду, либо по спинке. Где угодно делайте разрез. Хотите спереди, хотите сзади. И таким образом мы с вами выполнили вот эту вот выкройку. По ней вы распределяете рюшки как хотите. Можете вообще без рюшек вязать в дальнейшем. Можете с рюшками. Видите, что достаточно удачный фасон платья. После того, как мы сделали выкройку, измеряйте ручку ребенка в верхней части. Смотрите, у меня 16 см. Это минимальный размер для манжетика. Ну и, соответственно, манжетик тоже то ли резиночкой, то ли 16 см на 2 умножить, если планкой. И просто 3 см, если резиночкой. Как вам удобно. Таким вот образом строится эта выкройка. Как видите, ничего страшного и сложного. Все очень просто. Берется буквально пару мерок. И вот такая вот интересная посадка, такой вот интересный фасон. Пояс идет между юбкой и кокеткой. И тоже размер пояса может быть на ваше усмотрение, как вы хотите. Пошире, может вы хотите совсем широкий пояс делать, может вообще узкий, может вообще пояс не будете делать в дальнейшем. То есть мы взяли пояс из расчета на совсем маленькую модель 2 см. Нам кажется, что здесь достаточно. Если вы хотите пояс другого размера, пожалуйста. И длина пояса тоже. Он может быть просто по величине кокетки, такой вот разделитель. А может быть огромный бант. Тоже выполняйте пояс, как вам кажется более логичным в данной модели. Теперь разберемся с рюшами. Вот наша схема. Я перерисовала точную выкройку по вот этим вот меркам. У меня есть четкая выкройка, которая четко соответствует моей модели. Рюшки. Располагать рюшки можно в любом месте. Кстати, уточняю еще раз, что вот этот вот разрез по спинке. Вот эти вот швы вы можете не делать. Тогда вяжите деталь целиком. Одним полотном. Не забывая выполнить вырез для головы. И все-таки разрез, потому что в такой вырез, который четко идет по шейке, голова ребенка просто физически не проходит. Смотрим, на каком расстоянии мы можем располагать рюшки чисто физически. Они будут хорошо смотреться вот только вот на 12 сантиметров. Из 20 мы подмышками не можем делать рюшки. Они будут вот здесь вот на 12 сантиметров максимально хорошо смотреться. Поэтому 12 сантиметров, значит 12. 6 в одну сторону, 6 в другую. Определяемся 12, 12. Ну и сюда. Уж рисовать так рисовать. Вот здесь мы будем делать от точки до точки. Количество рюшек может быть абсолютно любое. Сколько рюшек мы можем на 12 сантиметрах разместить? Много. Мы можем просто рюшками все заткать. Мы можем там 3 рюшки пустить. Мы можем вообще сколько угодно. Мы сделаем так. Здесь вот видите 6 сантиметров. Одна пойдет посередине. Две здесь вот ближе к краям. И по одной рюшке пустим вот здесь вот. То есть получается 5 рюшек по краю. Ну и достаточно. Я считаю, что это нормально. Беру второй цвет. Определяемся с рюшками. Первая рюшка. Вторая. Два сантиметра и два сантиметра. Ну и еще два сантиметра. Вот здесь вот два с хвостиком. Нормально. Они будут отстоять одна от другой. И наша задача, чтобы они были хорошо видны. Эти рюшки. Как их считать? Сейчас я провожу сначала. Еще одна рюшка у нас пойдет от точки. Через горловинку. До точки рукава. Это еще одна большая рюшка. И две рюшки идут по спинке. Итого. Давайте считать рюшки. Шесть сантиметров. Три штуки. Десять сантиметров. Две штуки. Один и четыре сантиметра. Две штуки. И одна у нас вот такая вот мощная, большая. Здесь двенадцать. Так, девять с половиной. Двенадцать. В ту сторону. Двенадцать. Четырнадцать с половиной. Двадцать с половиной. Двадцать четыре. И тридцать шесть. Одна штука. По петлям. Имеет петельная проба. Рассчитывать будем по ней. Количество рядов понятно. Чем меньше. Меньше, больше на ваше усмотрение. Количество петель. Желательно, чтобы брюшко было по две петли на одну иглу. Три петли уже будет очень густо. Меньше. Ну, жидковато. Будет как планочка стоять. Поэтому две петли на одну иглу. Это означает, что шесть сантиметров. Петельная проба в одном сантиметре. Два восемьдесят шесть петли. А, простите. Это... Это у нас... Да, петли. Это же петли. Мы петли вяжем. Две восемьдесят шесть петли. Два восемьдесят шесть умножить на шесть. Семнадцать петель и умножить на два. Получается тридцать четыре и три. Тридцать пять петель. Десять умножить на два. Два восемьдесят шесть. И умножить на два. Получается пятьдесят семь. Десят восемь петель. Четыре сантиметра. Умножить на петельную пробу. Два восемьдесят шесть. И умножить на два. Получается двадцать... Три петли. Двадцать две петли. Лучше четное. И тридцать шесть. Умножить на два. Восемьдесят шесть. И умножить на два. Получается вся машина двести петель. Вот такой расчет наших... Рюшек. Расположить их в другом месте. Будут другие рюшки. А так, мне кажется, что мы все учли. По спинке рюшки я делать не стала. Вы можете делать. Тогда их будет больше. Я нигде их больше не стала делать. Опять же, если вы хотите, вы можете сделать рюшки. И в любом другом месте тоже. Но я думаю, что мы разобрались с вами с выкройкой. Разобрались с вами с расчетом. Как считать расчет? Вот мы разбирали в процессе вязания деталей. Я думаю, что это тоже не составит... Пересчитать на свою модель не составит для вас сложностей. Поэтому выкройка понятна, расчет понятен. Я думаю, что вы прекрасно справитесь с вязанием этого платья на вашу юную модель. И она будет счастлива, потому что получит очень интересную обновку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...